Ровно 19 лет назад Людмила Чекал ездила на механический завод посмотреть, как там делают санки для взрослых. Даже отважилась одно такое транспортное средство испытать на себе и вынесла вердикт. Взрослому на таком чуде инженерной мысли ездить можно, но только такому очень небольшому взрослому, как наша Люда. А в году 2010-м, 2 декабря, вся страна замерла в ожидании решения FIFA, будет ли Россия принимать в 2018 году футбольный чемпионат. А Евгению Симкину выпало первым рассказать эпохальную новость в мордовском телеэфире. Дамы и господа, да, Россия! Представители российского оргкомитета из Тюриха уезжали без преувеличения победителями. 16 новых стадионов, в их числе и наш Саранский, конечно, построят гораздо быстрее, чем наступит 2018 год. Кстати, столица Мордовии единственный не мегаполис в чемпионской заявке нашей страны. Поэтому для Мордовии эта победа значит особенно много. У нас построят не только стадион, но и многочисленные объекты и инфраструктуры. Таким образом, Большая Российская победа означает экономические победы Мордовии. А это видео снимали уже три года спустя на юбилейном. Стадиона еще нет, второго микрорайона тоже не видно. Зато видно, как деньги, предназначенные для благоустройства дворов, в новостройках зарывают в снег. В минувшие выходные жильцы микрорайона «Юбилейные» стали свидетелями неумолимой исполнительности строителей. Что им снег, что им зной, когда указ «построй». Поэтому, не потрудившись даже слегка очистить площадку, рабочие укладывали асфальт на выпавший, на белый. Пока Светлана Лашина работала в городе, Людмила Кусерова отправилась в деревню Унуевский Майдан. Там смыло все мосты. Вот за кустик и за палку. А весной его вообще унесут. Для Александра Казаковой, как и для остальных жителей села, это целая трагедия. Унуевский Майдан в трех местах пересекает речка, и все три моста через нее одновременно прогнили. Теперь ходить по ним опасно для жизни. Местные власти им говорят, выживайте как хотите. И ели живые старушки все лето сами заколачивали гвозди в бревна. Но пришла зима, и все снова развалилось. Хочу заметить, нигде на учете я не состою. Ни в каком нарко, я не алкоголик, с педиатрами не знаком. А это уже история из 2014 года. Интеллигентного вида мужчина по фамилии Чуднов пьет чай с полицейскими и всячески старается их убедить в своей адекватности. В которую, с учетом совершенного, верится с трудом. В его годы врать по телефону о бомбе в аэропорту по меньшей мере не солидно. Взрывных устройств в аэропорту не обнаружили. А вот личность лжетеррориста установили практически сразу. 67-летний уроженец Львова Александр Чуднов, ранее судимый и не имеющий постоянного места жительства и источников дохода, сам сдался в руки правосудия. То, что я, конечно, сделал такой звонок, это уж никак нельзя назвать правильным. Это, по-моему, даже правонарушный. Но не было у меня другого выхода. Оказалось, что таким же образом Чуднов уже чудил в Уфе, Казани и Оренбурге. За что и отсидел в колонии. Судя по всему, история повторилась. По крайней мере, больше его фамилия в новостях не мелькала. Ни 2 декабря, ни в другие дни. Павел Степаненко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин